Областная благотворительная ёлка собрала вокруг себя больше двух тысяч детей из разных городов и районов области. В цирке прошло праздничное представление. Малыши в новогодних костюмах пели песни и водили хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. К ним в гости заглянули и наши корреспонденты. Зрители попадают на палубу корабля и отправляются в путешествие. Дед Мороз определяет курс, матросы сражаются с пиратами. Сейчас достаточно актуальные темы, все мечтают путешествовать. Это вообще очень здорово оказаться в таком цирке. Это прям отличный подарок перед Новым годом, настроение еще на месяц вперед. Артисты предлагают специальный цирковой Новый год. В праздничной программе, как всегда, много животных и воздушные гимнасты. Меня очень сильно впечатлило. Воздушные гимнасты, очень захватывающие их трюки. Поэтому сидишь, просто не представляешь, как они это делают. Кажется, что они сейчас от воду падут, но слабого страховка есть. Животные, пудели, конечно, это просто шикарно. Они такие милые. На представление пригласили больше двух тысяч детей со всей области. Это те, кто отличился в учебе. И те, кто, несмотря на юный возраст, уже столкнулся с недетскими проблемами. Они получили сладкие подарки от губернатора. Эта елка, конечно, это в первую очередь для детей, для их праздников, чтобы у них было праздничное настроение. Чтобы они понимали, что впереди Новый год, что чудеса случаются, что они будут, что их желания будут исполняться. Чтобы у них было праздничное и радостное настроение. И это не последняя благотворительная елка. Взявшись за руки, пройтись в хороводе вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, дети смогут 24 декабря в Самарской филармонии. Татьяна Будова и Егор Майоров, Новости губерния.